На Ставрополье за последние два года созданы 11 мастерских, оснащенных самым современным оборудованием. Вопросы развития региональной системы образования обсудили губернатор Владимир Владимиров и первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко. Основной темой рабочей встречи стала реализация национального проекта образования в крае. Как прозвучало в 2021 году, в регионе создадут еще 4 мастерских, которые будут соответствовать мировым стандартам и требованиям Союза WorldSkills. До конца 2022 года собственные квартиры на Ставрополье должны получить более 700 детей-сирот. Программу по обеспечению жильем обсудили на рабочей встрече губернатор Владимир Владимиров и руководитель Министерства имущественных отношений региона Виталий Зритнев. Работа в этом направлении идет по графику, а новоселы в соответствии с законом новое жилье могут приватизировать. При этом ведется постоянный контроль, чтобы собственники не попали в сети мошенников. По квартирам на сегодняшний день у нас заключено 541 квартиры строится, то есть контракты заключены, они переходящие. В основном это вот в этом году и самое начало 2022 года. То есть в этом году мы планируем также приобрести на всю сумму, предусмотренную в бюджете, дополнительный объем. Это будет порядка 200 квартир. За этим надо все равно смотреть, потому что, ну, к сожалению, нечистых на руку людей еще достаточно у нас. И в этом будет большая проблема. Обсудили также работы по переводу в краевую собственность земель сельхозназначения. В ведомство региона входят неразграниченные государственные территории. Это позволит объединить все в электронную базу данных и повысить экономическую эффективность земель. На кадастровый учет к концу лета также должны перевести и 92 тысячи гектаров лесополос. Мне нужно, чтобы они все стояли на учете, все имели хозяина государства, и мы потихонечку начинали их восстанавливать. На все эти лесополосы сформирована документация. То есть у нас есть схема каждой лесополосы, каждого дерева на территории Ставропольского края. Из 92 тысяч обследованных лесополос на сегодняшний более 40 тысяч уже стоит на кадастровом учете. В Марийных колодцах пациенты с кишечной инфекцией идут на поправку. В больнице пока остаются 13 человек. Об этом на брифинге в правительстве края сообщил руководитель Министерства здравоохранения края Владимир Колесников. Он отметил, что состояние у всех пациентов улучшается, их жизни ничего не угрожает. Заболеваемость идет на спад. 1 апреля за помощью к врачам обратились 4 человека. Медики продолжают оперативную работу и организовали в селе подомовой обход. Ни один пациент не выпал из поля зрения наших специалистов. Каждый обеспечен на амбулаторном этапе, повторяю еще раз, необходимыми препаратами. Организован чат между руководителем участковой больницы и всеми пациентами, которые обратились за помощью. В течение дня несколько раз сверка состояния пациентов. Провели в марийных колодцах и профилактику системы водоснабжения. Селян пока просят не пользоваться водой из-под крана. Места этого организовали централизованный подвоз автоцистерн. Были отобраны пробы в ключевых местах, в том числе на водозаборах, на очистных сооружениях у потребителей. Пробы были направлены на исследования лабораторные. На сегодняшний день часть лабораторных исследований уже подтверждает о том, что по химическому составу и органолептическому составу вода соответствует требованиям качества питьевой воды. В этом году в Кисловодске завершат реконструкцию старинной гимназии. Школа номер один по улице Хмельницкого – объект культурного наследия регионального значения. На данный момент специалисты проводят ряд восстановительных работ. Среди них усиление конструкции, замена крыши, пола, инженерных сетей, реставрация фасадов, а также благоустройство территории. Ремонт ведется в рамках реализации национального проекта образования. В Весентуках в этом году завершится благоустройство приозерного сквера. Специалисты уже заканчивают черновые работы. Они установили 2,5 километра аллейного бордюра, проложили кабели под будущие опоры освещения, а также уложили свыше 8 километров основание под плитку. Главной изюминкой новой зоны отдыха станет монтаж малых архитектурных форм. Работы проходят в рамках программы формирования современной городской среды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова